Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Хоблинкс. Состоялась премьера первого документального фильма о группе Blackpink на Netflix. И вы наверняка помните, что до выхода я делал видео о тизерах к документалке. Фильм я уже посмотрел, поэтому в этом видео мы поговорим именно о нём. История Blackpink началась в Южной Корее, в звукозаписывающей компании YG, которые спустя 7 лет после дебюта популярной группы 21 впервые решили выпустить ещё одну женскую группу. К слову, в 2016-м, в год дебюты Blackpink, 21 уже распаялись. YG это не только звукозаписывающая компания, но также компания по поиску и продвижению талантов, по производству музыки, организации мероприятий и концертов. Основана в 96-м году Ян Хён Соком, который до этого состоял в известном бойз-бенте Seo Taiji. Компания выпустила таких известных артистов, как Big Bang, 21 и Psy. В настоящее время самыми успешными артистами компании являются Blackpink. Фильм начинается, можно сказать, с АСМР звуков каблуков, а именно с пресс-конференции в честь дебюта Blackpink в 2016-м году, на которой девушки появились лишь с макияжем на половину лица. Далее нас отправляют в начало 2020-го, показывая красивые кадры улиц Сеула. Сам фильм очень красивый, уютный документальный фильм в стиле Netflix, который порадует фанатов Blackpink. Но самое главное, это раскрытие многих деталей, которые скрывали за большим успехом группы. Фильм сопровождается спокойной музыкой и трогательными историями, от которых, возможно, некоторым захочется поплакать, что отлично подойдет для атмосферного домашнего просмотра. Также стоит сказать о самых главных моментах фильма, о тех сценах, которые блинки мечтали увидеть уже давно, истории с детства участниц, видео со стажировки и процесс работы в студии. Отправимся в начало, когда девушки едут в машине и ведут беседу о работе. Для них каждый новый альбом – это большая доза волнений. Выпуск первого полного альбома лишь полпути. Кстати, в этот день каждая участница загрузила фото с комнат для практики в Instagram. Если вы помните, я даже делал об этом видео. На тот момент у Лисы уже был темный цвет волос, но она опубликовала старое фото. Спойлер камбэку сделала лишь Дженни, подписав фото «Сладкая вата». То есть, это был спойлер-коллабус с Леди Гагой «Саур Кэнди». Далее нам показывают немного из студийной жизни и их продюсера Тедди, который написал все песни Blackpink. Он поделился их планом. Это сингл, разрыв, сингл, хит. И думаю, у них это получилось. Ведь каждая песня набирает большое количество прослушиваний. Также Тедди поделился тем, что в студии есть много материала Blackpink, но они очень избирательны в плане роликов. Вероятно, в тот день девушки впервые послушали финальную версию коллаба с Леди Гагой. И, как сказала Дженни, они работали над треком еще с Нового Года. Помимо этого, они работали над своими песнями, одна из которых «Ready to Love», не попавшая в альбом. Но, возможно, она будет в следующем альбоме. Тедди рассказал немного о каждой участнице. Розе работает в студии чуть ли не до 6 часов утра. Лиса во время работы очень сконцентрирована, и в ней пробуждается победный инстинкт. А на лице всегда улыбка, которая дает гарантию, что все будет в порядке. С Джису он знаком 6 лет, и видел, как она плачет лишь раз. Она очень умная, не в плане начитанности, а в плане жизненного опыта. Дженни перфекционистка и прямолинейная девушка. По мнению Тедди, все эти разные стороны – идеальный баланс для сплоченной команды. Как говорит Джису, Тедди как босс финального уровня. Победишь его – сможешь дебютировать. Также поделились с тем, что дебют «Свисл» могли отменить, ибо для слушателей она могла показаться пустой. Многие были против этой песни, но все же они выпустили ее. И как мы видим, они не прогадали, и их уперство привело их к большому успеху. Дженни избегает интервью, в которых есть личные вопросы, потому что она не предпочитает много говорить о себе. Родилась в Корее в 96-м году, и жила там до 10 лет. Является единственным ребенком, росла с мамой. Путешествовала с ней по Австралии и Новой Зеландии, в которой им очень понравилось. И они пришли к решению, что Дженни будет жить там. В течение 5 лет жила в Новой Зеландии, в другой семье. Как я полагаю, она жила по учебной программе, в приемной семье. За время проживания в Новой Зеландии, потянула английский, узнала много нового. И там все зависело от твоего решения, даже если тебе 10 лет. Что было очень важным для Дженни, и помогло ей стать тем, кем она является. Она была из тех, кто не мог сделать заказ по телефону из-за застенчивости. На социализацию Дженни ушло много времени. В 15 она могла переехать в Америку, но решила, что хочет вернуться в Корею, заниматься музыкой и танцами. И так прошло прослушивание YG. После гастролей у нее частое недомогание. Она ощущает себя той, что болеет чаще всех. Часто шутила о своем возрасте, что она уже чувствует себя как бабушка, и что с каждым выступлением все сложнее, ведь каждый из нас стареет. Для меня это выглядело довольно смешно. Как по мне, она выглядит очень хорошо, молодая, и у нее очень спортивное тело. Но как мы видим в фильме, за этим стоит много труда. И всем нам, Дженни советует больше обращать внимание к своему здоровью. История Лизы начинается с ее любимого занятия, шоппинга. Она очень любит винтажные вещи. В магазине она присмотрела бомбер, стоимостью 750 тысяч вон, чему она была удивлена. И если посмотреть ее фото, она все-таки его купила. Родилась в провинции Бурирам, после переехала в Бангкок. У ее тети была музыкальная группа, в детстве Лиза играла с аппаратурой. Заметив это, мама дала ее на танцы, а после отправляла на различные конкурсы. Пройдя прослушивание в 14 лет, отправилась в Корею, совсем не зная языка. И так как среди всех стажеров, английский знала только Дженни, она общалась в основном с ней. Джису родом из города Кунгпо. Когда-то хотела быть писателем или художником. В 11 классе пошла в театральный кружок. Там ей посоветовали набраться опыта и походить на прослушивание. В 2011 она пошла в YG, вероятно, на прослушивание в качестве актрисы. Но с течением времени, видимо, ее направление сменилось на айдола, что не мешает ей быть и актрисой. Как мы знаем, Джису примет участие в главной роли в драме «Подснежники». В детстве родственники обращались к ней как к сезгоем, потому что она была страшненькой и ее называли обезьянкой. Несмотря на подобное поведение родственников, у Джису нет каких-то комплексов. Либо они были, но со временем она их поборола и сейчас никому об этом не рассказывает. Розе родилась в Новой Зеландии. Восемь переехала в Австралию. В школе она была обычным подростком. Помимо этого посещала церковь, в которой у нее было много приятелей корейцев. Ей нравилось вести двойную жизнь, как Хана Монтана. Ее отец увидел новости о прослушивании, отправил дочь, она его прошла, бросила школу и отправилась на стажировку. В день ее приезда они собрались вчетвером. Это совпало таким чудесным образом. Наверное, это и есть начало истории Blackpink, когда они собрались вместе, пели песни под игру гитары Розе до ночи, совсем не подозревая, что в будущем будут стоять в одной группе. Когда Лиса впервые увидела Розе, насторожилась, поскольку было сильное соперничество. Так как у обеих были похожие вкусы, они одного возраста, и оба прилетели с других стран, в трудные моменты они могли положиться друг на друга, и со временем стали лучшими подругами. И что часто бывает у девушек, у Лисы и Розе очень часто совпадали наряды. Вначале планировали большую группу из примерно 9 человек. Чтобы отдачить навыки, Джисо обучалась у нескольких учителей по вокалу, и брала по 4 урока хореографии в день. Все эти 14-часовые тренировки в день, которые проходили в течение 13 дней, с одним выходным, очень полезны в июном возрасте, когда дети могут поглотить много знаний. Во время стажировки, они сами ставили постановки, и сами распределяли позиции в группе. Лиса в течение многих лет, каждый месяц отвечала за постановку танца. После проверок каждому в лицо говорили все ошибки, ибо ни у кого никогда не было идеального выступления. И после этого они оставались с невозмутимыми лицами, что было тяжело. Каждый раз состав группы меняли. В какой-то момент их четверых собрали вместе, и тогда они почувствовали, что пазл собрался. В группах всегда кто-то хочет быть больше в центре, другой хочет больше партии. Когда собрались они, то каждая нашла свое место, и это было очень гармонично. В семье Джису все были довольно крепкими, и не поддавались эмоциям. Когда Джису долго не появлялась дома, они лишь говорили ей, чтобы та была сильной. Она успела проучиться в старших классах, обзависеть с друзьями, что считает большой удачей. У Дженни подобных воспоминаний нет. Тем не менее, она не жалеет о потраченном времени на обучение пению и танцам. Перед премьерой, продюсер фильма сказала, что в фильме покажут работу над Соло Розе. Нам показали, как она поет песню Хоуп Нот на гитаре, и как она записывает песню What You Waiting For, которая сейчас принадлежит певице Соми. Вероятно, что одна из этих песней, Хоуп Нот или What You Waiting For, должна была быть Соло Розе. Но Хоуп Нот записали Блэкпинг как группа, а вторая песня принадлежит Соми. И если честно, я рад, что ни первую, ни вторую не выбрали для Соло Розе. Также, как я понял, Розе создает мелодии и пишет песни, но до этого времени она стеснялась об этом говорить, поскольку это для нее очень личное, как дневник. Намек это или нет, но возможно Соло или Альбом Розе будет называться Дневник Розе, Личный Дневник или тому подобное. Ну или, как любят YG, они просто назовут его Соло Розе или Сольный Альбом Розе. Кстати, о дневниках. Как мы помним, во время тура, который длился почти год, выпускали Дневники Блэкпинг, в которых девушки были очень веселыми, точнее, старались показать себя такими. Во время тура были постоянные перелеты и смены обстановок. Бывали моменты, когда тело могло их подвести. Также, в одном отрывке, как я понял, Дженни намекнула на женские дни, что тоже влияет на общее состояние. В середине тура они перестали чувствовать жизнь, они жили ради будущих концертов, в которых нужно было выкладываться на все 100%. Им нравится выступать, быть на сцене, но когда они возвращались в отель, внутри чувствовали пустоту. Несмотря на это, они брали в руки камеры и показывали, что с ними все хорошо, чтобы фанаты не беспокоились о них. В такие моменты, когда им начинало надоедать то, что проходит почти каждый день, одно и то же в течение года, Лиса старалась разрядить обстановку, подбодрить и рассмешить, за что девушки очень благодарны. Интересный момент, который хотелось бы выделить, и думаю, многие поддержат эти слова Дженни, что иногда, когда человек выглядит злым и усталым, не всегда означает, что он испытывает эти чувства. Это просто его спокойное, или возможно даже, счастливое выражение лица. Не забыли поделиться важным событием в 2019, выступление на Куачеле. Лиса не могла в это поверить, а Дженни и Розе мечтали просто посетить этот фестиваль. Blackpink представляли Корею, что послужило нервотрепки, и они очень переживали по поводу того, как их встретят фанаты. Так как на Куачеле есть несколько сцен, девушки волновались, что к ним никто не придет. Джису призналась, что в то время у нее очень сильно болела спина, настолько, что ей было очень больно танцевать. Я очень горд за Джису, ибо, несмотря на боль, она хорошо постаралась. Напомню, что на Куачеле они выступили почти со всеми своими песнями. Фильм завершается трапезой в кафе, который они посещали еще во время стажировки. Они беседовали о странах, которые хотели бы посетить, и о том, чем будут заняты в 40 лет. Они уверены, что будут уже замужем. Возможно, у кого-то будут дети. Если я правильно понял, к 40 годам они собираются только выйти замуж, ведь сейчас они заняты карьерой. И в мире шоу-бизнеса, думаю, в порядке норм создавать семью к 40 годам. Документальный фильм Light Up The Sky, название которого взято из строчки песни How You Like That, получился очень интересным и красивым, после просмотра которого мы узнали наших кумиров еще ближе. Как сказала Лиса, неважно, появится ли группа, которая станет известнее, или Blackpink уйдет на пенсию. Главное, чтобы то, что они делали, никто не забыл и всегда о них помнил. А вы уже посмотрели фильм? Если да, то напишите свои впечатления, и не забывайте ставить лайки под этим видео. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. See you later.